Кроме потрясающих вкусовых качеств, хурма обладает еще и рядом полезных свойств. Регулярное потребление хурмы способствует насыщению организма различными витаминами и минералами. Также хурма держит тонус из стенки сосудов, борется с анемией и просто поддерживает отличное настроение. Единственный минус хурмы – это вяжущее чувство во рту. Дело в том, что в составе хурмы находится дубильная кислота. При соприкосновении танинов с элементами организма происходит свертывание белков. Именно оно и создает неприятные вяжущие ощущения во рту. Помимо этого, танины вызывают некоторые сужения кровеносных сосудов. Происходит своего рода природная анестезия. Важно отметить, что вяжущие свойства хурмы проявляются лишь у незрелых плодов. Что же делать, если хурма вяжет рот? Ускорить процесс созревания хурмы можно несколькими простыми методами. Положите хурму в морозилку на 12 часов. После этого разморозьте ее, и она потеряет свои вяжущие свойства. Недостаток метода заключается в том, что хурма может стать излишне мягкой и не такой вкусной, как была раньше. Одинаковое количество зрелых бананов и неспелой хурмы поместите в полиэтиленовый пакет. Завяжите и оставьте на сутки. Протните хурму ножом, а затем залейте горячей водой, не кипятком, на 12 часов. Зрелая хурма отличается темно-оранжевым или шоколадным цветом, а ее мякоть коричневая. Кстати, хурма сорта корлек изначально не так сильно вяжет рот. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok